Всем привет! Меня зовут Лена. Сейчас я иду в центр города. У меня наметилось дело, кое-что мне нужно купить в центре города. Поэтому я решила сходить в центр города и параллельно снять, что там происходит сейчас. Открыты ли магазины, много ли людей. Прошлое видео такое похожее, когда я ходила в супермаркет, я снимала 4 апреля, выкладывала. А сейчас сегодня 2 мая. Получается, я снимаю видео как бы почти месяц спустя. И посмотрим, что поменялось через месяц. Смотрите, через какое живописное место проходит дорога в центр города. Можно, конечно, идти другой дорогой, по которой едут машины, тротуар, обычная дорога. А есть еще и такая дорога, где можно идти. Посмотрите, люди бегают, уточки плавают. Тут канал проходит, очень такое красивое, симпатичное место. Дом на воде. Красивый мостик. А вот этот дом большой, который вы видите, сейчас я подойду ближе, покажу вам его. Вот мы поднялись по лестнице. Нужно было идти по этой дороге, но мы пошли по той живописной. Так вот, этот дом, его построили в прошлом году. И говорят, что квартира в этом доме стоит от 300 до 500 тысяч фунтов. Мы с вами шли по вот этой вот улице. А вот красивое место. Здесь такие новые гостиницы построены. И среди этих всех новшеств такое старое здание стоит. Ну, как здание развалины. А вот по улице кафе расположены, и они все закрыты. Все закрыто. Людей очень мало. Вот популярное кафе Starbucks. Тоже закрыто. Никого нету. Потом кафе Costa. Тоже закрыто. Тут обычно много людей сидело, но никого уже нет. Потом вот эта кафешка. Патисьеры Валери. Тоже здесь очень много людей сидело. Пили кофе, кушали пирожные. Тоже никого нет. Все закрыто. И вообще для субботы очень тут мало людей. Обычно по субботам тут очень много людей. Не протолкнуться. А вот мы зашли в торговый центр. Посмотрим, что здесь открыто. Магазин путь открыт. Поднялись мы на эскалаторе вверх. И уже спускаемся вниз, потому что стоял охранник. И сказал нам, куда мы идем. Спросил. Мы сказали в магазины. Он нам сказал, что все закрыто. Только вот тот магазин бутс открыт. И все. Остальные магазины все закрыто. И он не пускает дальше пройти. Поэтому мы выходим. А вот супермаркет Сейнсбери. Английский супермаркет. Что мы здесь видим? Мы видим здесь очереди. А вот магазин марки Спенсер. В этом магазине продается одежда, еда. Разные еще другие товары. Я смотрю, что сюда тоже нужно заходить по очереди. Хотя здесь не только еда, но еще продаются одежда, всякие товары для дома, тарелки и прочее. Вот магазин Праймарк тоже закрыт. Очень популярный магазин. Здесь по выходным вообще не протолкнуться. Кафе Претто Манжер. Тоже популярное кафе. Тоже закрыто. А вот работники доставки еды. Сейчас настало их время. Вот посмотрите опять-таки супермаркет Сейнсбери. Уже другой, с другой стороны улицы. Посмотрите, какая очередь в этот супермаркет. И люди стоят на расстоянии друг от друга. Вот какая очередь огромная. Лишний раз уже не хочется заходить в супермаркет. Подошла ближе, а то очередь еще длиннее, чем я думала. С той стороны я не рассмотрела, что очередь такая длинная. А здесь, смотрите, как пусто. Вообще никого нет. Здесь была стоянка такси. Раньше здесь было много такси, много людей. Мы уже подходим к ЖД вокзалу. Сейчас поднимемся по этой лестнице и посмотрим, что там. Есть ли люди, что там происходит. Мы поднялись по этой лестнице. И, смотрите, пусто. Здесь тоже стояло раньше много машин такси. И всего лишь три машины. Смотрите, пусто. Вообще ни одного человека. Только работники ЖД станции. Еще тут какие-то работники. А так вообще пусто и никого нет. Кафешка здесь вот эта, кстати, фри. Три гуаны тоже закрыта. Вообще пусто, никого нет. Для субботы это вообще просто нонсенс. Это тоже ЖД вокзал, только с другой стороны дороги. Тут тоже приезжают автобусы, развозят людей. Вот это вот, кстати, остановка, на которой останавливается автобус и везет людей в Лутон аэропорт. Автобуса нет, пусто. Такси тоже нет. Красивые деревья. Я пришла в этот магазин. Мне кое-что нужно в нем купить. И смотрите, какая очередь. Придется мне стоять. Вот какая милаха. Тоже стоит в очереди. Что, идем домой уже. Решили пройти через такое живописное место. Вот люди делают упражнения, занимаются фитнесом. Многие гуляют с собачками, на велосипедах ездят, бегают, гуляют с детьми. Смотрите, какая пушка на корабле. Смотрите, как лебедь красиво лег. Смотрите, как лебедь красиво лег. Я решила подвести итог. Какая ситуация происходит. И, в общем, ситуация такая, что магазины все закрыты. Открыты только супермаркеты. А также открыты магазины, которые продают бытовые товары. Косметику. Возле магазинов стоят очереди. Всех людей сразу не пускают в магазины. Все стоят на расстоянии друг от друга, соблюдают дистанцию. Некоторые люди ходят в масках, но в основном преимущественно все ходят без масок. Все кафе, рестораны, пабы, все закрыто. Всякие магазины с одеждой, с обувью, все закрыто. Все-все закрыто. На улицах ходит мало людей, что не свойственно для субботы, потому что по субботам здесь очень много людей ходит. Все ходят здесь на шоппинг, кафешки, не протолкнутся людей валом здесь по выходным. А для субботы здесь вообще просто нонсенс, очень мало людей. Ну вот мы решили пройти через такое живописное место. Тут парк, такой стадион зеленый, речка. И здесь вот много людей гуляют с собачками, с детьми, бегают, ездят на велосипедах, делают упражнения. В основном сейчас так проводят досуг люди. И там вот кусочек видео, где я снимала доставщиков еды. Они остановились возле кафе, и, видимо, как я поняла, это кафе работает открыто, но не для посетителей. Они, видимо, на кухне там готовят еду. И просто люди заказывают у них как-то онлайн, там по телефону, а доставщики еды развозят по домам. А так кафе для посетителей закрыто. Сейчас большим спросом пользуется онлайн-шоппинг. Очень много людей заказывают все онлайн. И онлайн можно заказать даже еду. Только этим всем складам с едой, наверное, не хватает персонала. Потому что я вот недавно заказывала себе кокосовые сливки, кокосовое молоко. Даже рис мне пришлось заказать, потому что такого риса, как я люблю, в магазине не было. Ну, он закончился. Так вот, мне посылку должны были привезти в пятницу, а привезли ее во вторник. Хотя я платила деньги за такую доставку, чтобы именно в пятницу мне привезли. А мне даже, несмотря на то, что я заплатила деньги за это, мне привезли посылку во вторник. То есть опоздали. И еще я заказала одну вещь две недели назад. И так она спустя две недели ко мне не пришла. И поэтому мне пришлось идти за этой вещью вот в город, в центр города покупать. Последний раз я была в центре города 22 марта. И могу сравнить, что поменялось. Прошло чуть больше месяца. И ничего не поменялось. Поменялось только то, что тогда были открыты некоторые магазины с одеждой и обувные магазины. А сейчас уже эти магазины с одеждой и обувные магазины и остальные закрыты. А открыты только продуктовые магазины. Как бы я лично вижу отличия только в этом. А так все остальное по-прежнему. Буду заканчивать это видео. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Я вам всем желаю хорошего настроения. Пока. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал.